Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торры, недельная глава Шмени. И мы вчера остановились на том, что сошел огонь от Всевышнего и сжег жертвы. Мгновенно сжег. Невероятная ситуация. Народ возликовал полниц, то есть праздник неимоверный. Божественное присутствие пришло у храм. Началась уже жизнь. Полноценная жизнь храма. На радостях. Берут на Дав и Авиху сыновья Агарона. Каждый свой совок. И положили на них уголь. Положили на уголь смесь благовоний и воскурили огонь чуждый, который Всевышний не велел. И вышел огонь от Бога и сжег их. Вот такая страшная ситуация. Здесь не говорится речь о обычных людях, которые могли ошибиться. Говорится о очень больших праведниках, о достойных людях. Что же произошло? Как они могли так ошибиться? Есть, конечно, много мнений на этот счет. Но впечатление, что они хотели улучшить служение. Впечатление, что они наоборот хотели как можно лучше сделать служение. В общем, у них были самые лучшие мысли. Есть другое мнение, что они хотели соединиться. Потому что наши души это частичка сущности Бога. В общем, мы его часть. И они хотели так вернуть. Основная цель выполнить заповеди и вернуться ко Всевышнему. Вот они хотели так вернуть. Такая есть трактовка этого места. Но для таких праведников, как на Давиа Вегу, даже отклонения от заповедей на толщину волоса достаточно, чтобы они лишились жизни. Спрос праведников на много больший. Что дальше? Дальше Машет сказал Агарону что никаких знаков траура ни Агарона, ни его оставшихся двух сыновей Улья Зара и Тамара не может быть и речи. Они три коина остались. Они должны служить. Служа прерваться не может. И здесь никуда не денешься. Ни надрыва в одежде. Ни надрыва в одежды. Тогда он призвал самых знаменитых людей, левитов, самый большой левит, Эльцефан, сын Узиэля. Он возглавлял левитов Кегата, которые занимаются самыми святыми предметами храма. Это жертвенник, минора, это стол предложения, это маленький жертвенник золотой для воскурения благовоний, медный жертвенник, который стоит в храме. То есть самые святые предметы доверены им. Они подчиняются Элизару Коину. В общем, этот человек со своим братом Мишаэлем взяли убитых на Дава-Авигу, которые умерли, и вынесли их в рубахах Экзастан. То есть тела целые, рубахи целые, но души ушли. Медраж пишет, что зашли какие-то молнии в ноздри ихние, и души ушли. Все вышли, так забрал их души. Чудо невероятное. Вот их и похоронили, они не могут держать траур. Наши мудрецы говорят. После этого страшного события написано, что коины не могут на службе, когда находятся на службе в храме, употреблять ни вино, ни шейхар, ни спиртного, ничего не могут употреблять. Из-за этого наши мудрецы делают вывод, что, возможно, они на радостях выпили. Все-таки праздник же огромный. Может быть, из-за этого они погибли. другие считают, что вина Агарона есть все-таки в том, что был сделан телец, вот может, из-за этого. Некоторые комментаторы говорят, что когда Маше зашел на гору, то остался Агарон и Хорн, это племянник Маше и Агарона, сын Мирьям, и остались 70 старейшин, и написано, что видели они всесильного, ели и пили. Это Ловим и Шпатим. То есть, потому что они смотрели на Шхену, на божественное присутствие, поэтому они должны были умереть. Вот, и на Дава-Вегу смотрели. А Маше, мы знаем, всегда закрывал лицо руками, чтобы это не случилось. То есть, ситуация, конечно, невероятная, много на этот счет комментариев, но мы должны держаться за версию Торы. Это самая главная версия, что они воскурили огонь чуждый, который Всевышний не велел. И потом Маше говорит, вот о чем говорил Бог, приближающийся ко мне, буду я свят, и близкими моими освящусь. Где он-то говорил? В книге Шмот. Раша говорит, в книге Шмот она говорил. И Маше говорил, что я думал, что это будет через самого Маше или через его брата Агарона, что он считал, что они самые близкие люди. Но эти двое были больше, чем Маше и Агарон. Вот так. То есть, они были праведниками еще большими. Вот об этом пишут наши мудрецы. Поэтому ими осветился. Всевышний ими осветился. Вот так. Как это можно понять? Ну, вот так. нас Всевышний конечно предупреждал, что все западе надо выполнять в точности. Что касается храма, тем более. И это было заранее все сказано. И выполняли коины все точно. Всю службу, которую Всевышний говорил. Мы это смотрим в главе ЦАВ. Всевышний на это специально обращает внимание, чтобы они четко выполняли все установления. Тем более это касалось надавая Вегу. Ну, а на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души и за здоровье всех в нашем списке. Чтобы все были здоровы. Пусть скоро закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь остается завтра в 15 часов. Шалум. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...